привет гости и подписчики моего канала привет youtube и сегодня мы продолжаем баловаться с нашей печки длительного горения вот она установлена у меня сейчас объясню что я сделал по ней вот в середине у нас для подачи воздуха существует вот такая вот труба она же если хотите вертикальный колосник в общем когда я впервые его сделал я сделал резы на нем вертикальная и печка очень сильно дымила очень сильно грелся выхлоп дымоход вот но дымоход я решил задачу чтобы он не грелся а вот дым из дымохода шел очень густой и было такое впечатление что идет не дожиг то есть напоминаю изначально у меня были только вертикальные вот эти щели вот ну я подумал что собственно говоря что у меня получается да вот так схематический то есть когда у меня насыпано топливо опилка или что-то то момент подачи воздуха у меня получается минимальный то есть всего лишь вот в этот сантиметр к щели заходит воздух ну его явно недостаточно для горения такого объема то есть если делать подачу воздуха то рез должен быть вот таким все таки вот большой рез обеспечит большую подачу на конкретный слой топлива напоминаю в печи длительного горения как правило у нас горит все падает как обычно в печи длительного горения нас горит один слой топлива и вот он сгорел потом опустился ниже сгорел следующий слой соответственно подача воздуха идет из одной щели как бы на один слой ну конечно по мере того как опускается дым становился меньше то есть воздуха получалось уже больше ну и горение становилось то что нужно а в начале особенно что очень большой дым поэтому как мог сейчас насверлил дырок нарезал боковых щелей и будем испытывать что у нас из этого получится как всегда мы вставляем эту штуку сюда печку и дальше для того чтобы горячий ну огонь не вытягивал у меня в дымоход я приварил на блин вот такую вот заслонку как бы все идет на эксперименте поэтому это как бы сейчас самое легкое что можно было сделать мне говорили там мол сделай шибер здесь как делают до заслонку в печах вот это тоже правильное решение но это как бы надо было повозиться чуть чуть больше а мы находимся в процессе испытания надеюсь сегодня будет последний день испытаний и все получится но в моем случае вот такой заслонкой я опускаю печку и перекрываю выхлоп на дымоход если мне кажется мало я могу его повернуть сделать наполовину до половину дымохода закрыть больше меньше то есть эксперимента это самое то что надо вот ну а сейчас мы засыпем нашу печку щепку я привез для испытаний мешочек щепки причем щепка сырая у нас достаточно вот такая щепа веточки мелкие это именно то топливо для которого изначально создаются такие печки то есть опилки спилорамы веточки мелкая всякая гадость вот именно эти печки должны на этом действовать поэтому остаемся на канале сейчас будем ее топить не переключаемся ждем результата итак через 30-35 минут печка начала выходить в режим вот мы уже видим что внутри на колоснике становится малинового цвета колосник хотя минут уже через 20 было на колпаке где-то 200 градусов ну вот смотрим сейчас 224 на колпаке в зоне горения около 300 на выходе 220 меньше 150 на выхлопе дальше уже вообще 67 дым идет достаточно умеренный сейчас глянем с вами учитывая что мы топим влажной щепой под мешком даже было пятно от воды вот вполне приличный выхлоп то есть она уже перестала так дымить все таки дело было в нехватке воздуха для влажной щепы я считаю что это вполне неплохой выхлоп возле печки уже ощутимо тепло будет еще теплее поэтому для вас готовое решение печка работая для тех кто любит запустить эти заниматься своими делами самое то для теплицу для тепличников вообще находка для отопления теплицы вот поэтому с вас за готовое решение лайк а мне соответственно печка в помещении уже плюс девять с нуля то есть печка имеет право на существование эксперимент можно считать законченным кому надо пользуйтесь спасибо что смотрели оставайтесь на канале не забудьте поставить подписаться поставить колокольчик будет еще много интересного снова